Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать с этой книги библейский свет, жемчужины русской поэзии, стихотворения разных поэтов, начиная с книги Бытия, заканчивая книги Откровения. Сейчас вот прохожу библейские именно стихотворения по книге Бытия. Называется стихотворение «Жертвенник Авеля». Написал его Константин Фафанов. Не первый раз над хмурую землею Свершала осень грустный свой обход, И крыло долб, увядшую листвою, И тучами темнило небосвод. Не первый раз во мгле всходили зори И наливались сочные плоды, И бушевало бешеное море, Как вольный конь, не знающий узды. Не первый раз, свою сбирая жатву, О теплых днях молился человек И приносил торжественную клятву Своим полям не изменять вовек. Но в первый раз под небом увидали Безмолвный труп, лежащий на земле. Все смертные в испуге и печали Теперь сошлись в завечеревшей мгле. Еще дымилось жертвенников пламя, Треща огонь по сучьим пробегал, И легкий дым, как призрачное знамя, Туманною завесой трепетал. И сиротливо жертвы догорали, И не было жрецов у лотерей. Один бежал и скрылся в темной дали, Другой лежал недвижим, без речей. Был странен лик усопшего, Безмолвный он сохранял величие и страх. В густых кудрей разбросанные волны, Как мягкий лен, темнели на плечах. И на челе таинственная дума Светилась загадка и уму, И на устах, сомкнувшись угрюма, Блуждал вопрос неслышный. Почему? Все стали звать умершего собрата, Но он был нем, неумолимо нем. Он улетел от жизни без возврата, Он улетел куда, зачем. Не встанет он на нею взглянуть приветно. Уж подходил заплаканный отец, Брал за руки, взывал к нему, Но тщетно был недвижим, Немемлющий мертвец. И мать к нему склонялась, рыдая, Чтобы согреть хладеющую грудь. Напрасно все, дышала ночь немая, А сын ее не мог теперь вздохнуть. И ужас всех наполнен непонятный, И тайный страх олеединил сердца. Казалось, свод неба необъятный, Сейчас падет, чтоб спрятать мертвеца. Но было все торжественно в природе, Спокойных звезд, лазурные огни Текли, как в старь, в алмазном хороводе, На жертвенниках тлели головни. Плыл ветерок по дремлющим вершинам, Дрожала зыбь в серебряной реке, И оглашался вздохом соловьиным Эдемский сад, темневший вдалеке. Следующее стихотворение написал Виктор Гюго, Называется «Каин». Когда, спасаясь от гнева и еговы, И скрыться под землей в отчаянии готовый, В безумно ужасе себя и меркленя, С семьей он бежал, То на закате дня, Измученный, Успел достигнуть он долины, Где выселись кругом Высокий гор вершины. Из силы выбившись, Тут дети и жена Решились отдохнуть. Но было не до сна, Убийце первому И совестью жестоко, Терзаем он присел на камень. Глубина таинственных небес Казалась мрачна, И посреди нее Всевидящее око Узрел он на него, Глядевшее во мгле. Он разбудил детей, Заснувших на земле, Усталую жену И вновь без замедления Пустился в путь. Он шел в течение долгих дней И столько же ночей, Не знав отдохновения И сна, Трепещущих при шорохе ветвей, Веспугит, торопя жену и сыновей, И позади себя Не смея кинуть взгляда. Тут потникам в лицо Повиела прохлада, И вскоре Все они морских достигли вод. И каин вымолвил, Отсюда мы вперед Не двинемся. Но сев У берега морского, Он в глубине небес Узрел с тоску и снова То око самое, Что видел и тогда. Куда укрыться мне? О, Господи, куда? Воскликнул он, И тут раскинули поспешно. Над ним сыны его Из полотна шатер. Но каин отвечал С тоскою безутешной. Оно со мной здесь, Как совести укор. Один из сыновей Преступника В замену шатра Возвинул там Громаднейшую стену. Но и в тени ее Увел каин вновь То око самое, И в нем застыла кровь. Тогда сказал Инох, Здесь город укрепленный, Построен с башнью И с камня возведенной. И вскоре, Заменив шатер из полотна, Воздвиглась Города зловещая стена, Чудовищную тень Среди равнин бросая. Она была мрачней, Чем туча грозовая, И гору превзойти Могла бы толщиной. У входа Детскую начертанную рукой Виднелись и слова. Мы воспрещаем Богу Входить сюда. В душе, Тая свою тревогу, Они по вечерам Пускали целый рой Своих ужасных стрел В небесное светило. Когда же, наконец, Окончено все было, В их городе Они вели туда отца, И башню темную Он занял. Но сердца Забились у них, Когда опять с тоскою Восплетнул он, И здесь оно передо мною. И он сказал сынам, Я в глубине земли Хочу отныне жить, Чтоб видеть не могли Меня и чтобы сам Я никого не видел. Он плакал И себя, И грех свой ненавидел. Тут яму вырыли Глубокую ему, И он сошел туда В безмолвию тьму, Но и в могильной тьме, Холодной и глубокой, На Кэна опять Глядела тоже око. И вот здесь есть Две картины Густаво Доре. Вот, первая картина, Это у него тут сейчас Покажу вам. Жертвоприношение Авеля. Вот она, картина. Вот тут надпись есть, То есть, Откуда это взято? Жертвоприношение Авеля. Бытие, глава 4, стих 4. И Авель так же принес От первородных стада своего И оттука их. И презрел Господь на Авеля И на дар его. Вот тут поднимается дым Столбом, это вот именно что, Про Авеля. И так же, Второй. Вторая картина Густаво Доре, Это смерть Авеля. Называется. Вот она. Бытие, 4 глава, стих 8. И когда они были в поле, Восстал Каин на Авеля, Брата своего, И убил его. Да. Ну, вот так вот. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Аллилуйя.